вот он стоит кстати красивых люди вместе с музыкой всем доброе утро да я знаю что может быть вам эта кофточка изрядно поднадоела моя домашняя но она мне очень нравится она очень удобная комфортная а с чего я начинаю с того что тададам наконец-таки этот шкаф я отдаю а это значит что ничего здесь мешать не будет и стала здесь стоять не будет я этот стол в детскую наверное пока уберу вот в общем а потихоньку убираю убираю сейчас мой шкафчик сейчас за ним придут отдирают вот клей всякий который у меня был я сделаю его красиво кучу моментов по каналу все там оформила на 1 на 2 то еще короче перекидываю что-то смотрю да не целый день делает зарядку учит буквы цвета всякие там считает то все прям нравится ему развивашки мне это очень нравится так сегодня у нас кстати группа там еще и чужие все развивашку какой-нибудь вот еще за посылочками надо съездить сегодня приехали новые посылочки решила масочку сделать что я редко в последнее время делаю будешь зарядку делать не стоять не хочешь а вот смотри где у нас паровоз был короче сегодня вот я редко делаю эти масочки у меня их очень много но их как-то редко делаю и сегодня прям мне захотелось конкретно сделать масочку для лица чтобы прям увлажнить попитать лицо вообще на всяких картинках на картинках господи на фотографиях stories видео когда снимаю делаю обложку мне нравится иногда я смотрю лицо думаю на какую классная прям лосница прям супер пупер и вот теперь у меня столик вот так стоит но теперь надо чтобы руки дошли даже не буду показывать какая тут гора вывернулась из шкафа и мне теперь это надо распихать что-то отдать что-то выкинуть что-то распихать и вот а сегодня не знаю мне столешница готова девочки столешница моя готова нужно ее поехать и забрать вот я сегодня хочу поехать ее забрать и поехать на почту забрать посылки так ну как я вам и говорила погода непредсказуемая на улице жарко на самом деле майку в пору одеть просто и тусовать но я уже возвращаться домой не буду и хорошо что здесь продувайка сейчас я закатила в этот круг и еще я и темная отдела вообще пипец мне кажется я как будто это на северный полюс собралась а сейчас еще я буду столешницу тащить то все короче ладно посмотрим так на что столешницу мы получили вода на сзади встала только единственная неожиданно для меня у нее закруглили бака то есть она какая-то овальная я вообще не предполагал овальную а представляете вот этот момент я бы заплатила деньги она в принципе если бы я заплатила деньги то у меня было бы две части да если бы они одну часть сделала бы мне закругленную я бы такая подумала еще с мужем посоветуюсь еще как закругленная вообще красиво встанет а я сейчас еду и думаю реально как все нужно продумывать до мелочей понимаете вот эти закругленные вот сейчас у меня какой-то диссонанс внутри я немножечко не печалюсь потому что я помню что на свою кухню я освещение хотела квадратное везде сделать а потом поняла что кругленько очень гармонично смотрится у меня как такие знаете на ложке такие и большая люстра моя вот это лет лампа на ложкой маленькие они так гармонично хотя я не я хотела квадратные вот и сейчас тоже я немного не представляю потому что ожидала я то чтобы у меня были ну у меня были за круг как бы не я сказала там закруглить углы но я имела ввиду как бы их просто сделать углы чтобы там не было блин но я не имела ввиду чтобы был овальный у меня это ну короче видимо я сказал закруглилить углы и они вот так закруглили а представляете если бы я сказала стандартный стол как у нас сейчас метр двадцать не прибавило бы 10 сантиметров получается было бы еще короче был вообще маленький стол какой-то оваленький я не знаю как это будет смотреться и куда ножки лепить что мама скажет я даже наверное сегодня не поеду в киа у меня и времени наверное не будет чтобы ножки эти взять но я немного не представляю кругленький столом как барная стойка знаете вот барная стойка на кругленькая да хотя мне больше нравится честно говоря угол чтобы был в плане был угол но был угол закругленный не вот так закругленный закругленный не вот так закругленный да а просто вот вот так вот короче маленький кругляшок там и не знаю понимаете о чем о чем я говорю или нет короче надо было нарисовать вот это вот ремонт я иногда на самом деле когда прихожу в какие-то места и вижу что обалденный где-то ремонт сделаны да там все продуманное и думаю сразу блин кто-то же это делал кто-то заморачивался довел все до совершенства то есть нигде нет недоделанных вещей явно свою квартиру делаю честно я уже задолбалась я не люблю делать ремонт это не моя тема я люблю там там что-то надо выбрать какая кровать вот какой чуя тыкнула бы вот так хочу и все остальное пусть бы сделали уже чтобы я в это не уникала все эти нюансы порожки и всякой хера бошка стал и один хочется чтобы все мне уже сделали готовенько короче мне еще предстоит дофига всего и дофига вот это вот ожидание реальность посмотрим короче как будет пришла домой крошечки сейчас дынечку оставила классно так позанимались вообще сейчас я поем просто у меня такой а смотрите чем я буду переворачивать сейчас я пробую вот эту вот прищепочку из фаберлик удобненько у меня кстати мама чули в гостях как дела мама чули все прекрасно мясо будешь со мной мама села на диету ты чем снимаешь об этом кстати рассказываю что на ссылку оставлю под видео на мама чули подписывайтесь скоро она будет супер стройняшечка удобно и не видела так мама показывает что она еще к похудению взяла вот такой фаберлик очищения и что тебе нравится я помню пила что-то такое прям витаминки какие-то кальции так следим следим а это очищение от слака от шлаков и токсинов очищает да а как выглядит покажи таблеточки там капсулы большие они не капсулы они вот такие серенькие вкусненькие они такие как траве трава вот это знаете от травы чего-то сделано это бады а бады пищевая добавка да это бады ну что вот такой кусочек получился слушайте как удобно этой штучкой переворачивать раз два три не то что там вилкой еще это ну удобно что сковородку ты не царапаешь ничем да короче я жду не дождусь хочу попробовать свой кусочек мяса а потом мама нам расскажет что она там за таблетки собирается покупать так ну что мы с мамой точнее я чуть-чуть перекусила а сейчас мама расскажет что я должна пить чтобы все это похудеть что ты тут взяла купила вот это я сейчас пью очищение а читай что тут содержит она высокую концентрацию петрушки особого сорта да это для того чтобы вывести лишнюю жидкость и очистить организм от шлаковых токсинов ага второй этап идет дочка ускорение здесь есть два но я решила что я оба возьму один тут один тут пить три штуки в день но не по 60 этот ускоряет метаболизм а этот блокирует усвоение углеводов и жиров до 3 контроль на вот это я и клуба возьму этот и в следующий раз да потому что она здесь все и снижает мне кстати снизился аппетит может быть даже благодаря сейчас вот этому первому этапу потому что вечером у меня обычно перед сном прям жор такой просыпается я не удерживаюсь и ем бутерброды а сейчас я спокойно сколько стоит она 499 со скидкой да да вот но если я сейчас параллельно вместе с этим пью сейчас омега-369 тоже взяла здесь тоже 60 штук но 2 штучки в день как раз месяц пропью вот это вот это одновременно короче все на витаминах вот но это да но это все пищевые добавки здесь ничего вредного на это что вот а это контроль снижается что здесь тягу к сладкому и мучному да это уже будет контроль о это то что нужно ведь это да ну то есть идет очищение и ускорение контролю три этапа комплексно вот этот вот подход по я решила да ну мне нравится молодец я тоже должна скоро созреть так ладно контроль веса все дела это со само собой сделаем как-нибудь поработаем так а вот а вот а вот а вот развивашки дэнкиной да наконец-таки я нашла нашла ту школу академию такую такой знаете короче местечко где мне очень понравилось энергетика понравился преподаватели понравились поэтому дэнку начинаю водить на развивашки короче них разнонаправленные вообще развивашки есть них там знаете такая солянка сборная они могут там рисовать и чудо там и и учить и смотреть короче а есть комплексная вот я его на комплексную собираюсь водить и собираюсь водить на курсы самообороны айкидо на основании айкидо вот если не заглянула посмотрела поговорила с преподавателем и он говорит я это как говорю не рано ребенок еще самооборона как бы чё это ему он говорит нет самое время чем раньше тем лучше типа но говорит где-то там с трех с половиной он уже берет он с ними уже может работать комфортно ему даст такого возраста берет детей вот и все и он говорит это тоже развитие там физическое полушария левые правые как бы ну короче будет ходить еще и на самооборону все то что я хотела с физическим чем-то связано и вот развивашки с детишками сегодня вот он например занимались они клёво так он там первую половину со мной был не отпускал сначала а потом я вышла уже по там болтала а он выбежал вот с таким рисунком они рисовали пальчиками выбежал и кричит мама смотри красота какая сам рисовал довольны счастливы я груша придем да вот а завтра но это 50 минут занимались там комплексно а завтра у них будет вот по выходным после в субботу у них по два с половиной часа занятия тоже комплексно там и видео они смотрят и тоже по-моему рисует что-то и лепят может быть да и перекус туда входит короче на два с половиной часа раз два с половиной часа я его отдал дела какие-то поделаю вот отъехать все закончились закончилось все ставь готова люблю прическу знаете такую хаос когда ты вчера походил и для волосы таки немного раз распушились и вот она сегодня делал штаники потому что утро холодно вообще нет костюм безумно нравится мне вчера в нем не было жарко только вот когда вышла да потом уже кондиор там сям к вечеру прохладно балдеж но сейчас холодная дело штаны вот и опять же так все мы с дочкой идем пойдем день сердце изучать мама чоли у нас там за старшую компоте готовит все мамуль давай пока окно что мои хорошие дэнку оставила полчаса сейчас пока посидела с ним потом я говорю я пойду схожу в магазин и придут и пока останься с оксаной это наша психолог преподавательница которая ведет программу это для деток вот мы все он такой магазин типа и все они пошли в комнату я собралась ушла и как-то без хипиша у меня есть два часа я думаю съезжу сейчас в хов и посмотрю занавески мама осталась сейчас во второй комнате в детской она говорит не хватает прям занавесок вот и схожу и там наверно кофе себе возьму тем более здесь хов недалеко вот мы находимся в районе ленина вот и как бы там вот ленина сейчас хов я думаю что у меня есть полчаса туда полчаса обратно хотя не полчаса 15 минут до 15 минут обратно и считай полтора часа я могу там в занавесках полазить на на голове у меня немного кипиш такое да но я люблю и тем более я сегодня планирую стричься блин а как же я планирую стричься а влог вам буду уже со стрижкой что ли я хотела отдельное может видео или сюда добавлю сюда стрижку да и буду влог называть я подстриглась не буду делать отдельное видео со стрижкой а что там такого особенного была одна стала другая да можно отдельное видео не делать так что вы видите меня сегодня со стрижкой я вообще хотела в час подстричься но у нас занятия до часу и мастера у которой моя мама стрижется постоянно она ну на все руки мастера на реально может меня подстричь хорошо и у нее очень плотная запись и вот вчера она работала у нее уже все было занято и сегодня у нее буквально там два-три окошка два окошка оставалось и в итоге я в час не могу звоню и говорю в час не могу и мне предложили только два времени всего лишь в 4 и в 5 естественно 4 записала сейчас я думаю у нее уже час наверное заняты 5 так что надо не опоздать обязательно прийти вот хочу себе сделать что я хочу да мне хочется что-то рваная на голове звучит страшно до рваный каскад я еще хочу спросить я просто посмотрела короче стрижки какие-то прикольные и нашла в этот пинтерес да все время путаю там с чем-то спиксар там разных много приложений но не суть посмотрела там топ каких-то 10 стрижек по моему которые не требуют укладки особой да там чисто помыл и пошел и в основном это все на короткие волосы и одна только стрижка на длинные волосы это рваный каскад вот как я понимаю нужно определенным техника определенной стричь до чтобы волосики как бы направление имели но когда я была в предыдущем салоне она меня не стала так подстригать типа есть такая умная стрижка у них называется я думаю что типа рваного каскада наверное да типа направления да они делают какое-то направление но сказали с моими волосами это не пройдет ну ладно ладно подстригли как подстригли только впереди мне сделали небольшую лесенку вот но я хочу чтобы был все-таки объем сзади я хочу немного хаоса на голове хочу что-то такое знаете асимметрично 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 и короче для меня проблемы нет просто завернуть феном там волосы на затылке да но мне чего-то хочется вот объем чека конечно длину я не хочу убирать но она наверное немножечко уберется но ничего отпущу я такая то есть мне иногда хочется сделать ровные волосы и ровный срез как вы помните это было но прошло уже год или два по моему с тех времен теперь мне хочется хаоса и я как человек перемена у меня постоянно вот это я хочу то хаоса то это а потом я еще хочу покраситься но покраситься это будет уже отдельное видео да мы покрасим нашу стрижку я там ее покажу еще лишний раз там уже сама ну короче сегодня меня уложит мастер и подстрижет а в следующем видео в отдельном где буду краситься хочу холодный отлив сделать уже краску купила вот там уже я сама уложу и покажу как стрижка сможет ладно короче сейчас мы за занавесками за кофе я немного переделала прическу потому что я реально какая-то в ужасе немножечко я разговаривала станет блин я оставила блин а я не могу теперь ухо убрать потому что мне будет звонить и она все будет в ухе то мне специально для машины немножко не подходит моему уху вот это вот у меня вторые наушники есть они классные они подходят идеально а здесь у меня видимо дырочка маленькая и они у меня вываливаются а еще я хотела поделиться вот утром суббота не утра уже там начало дня 12 12 12 12 нет мой любимый скайпарк фонтанчик взяла пропучино стербакт все лена все сейчас я иду спокойненько так все сейчас иду за занавесками так ну что я забыла вам подснять думаю надо снять здесь есть два варианта вот такой вот вариант блок аутов ну кстати в крапинку мне сейчас черный в крапинку мне очень нравится это тоже был бы хороший вариант но 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 здесь высота 260 а ширина метр пятьдесят метр шестьдесят ну как бы ширина маловато это ладно фигня а вот то что высота 260 они будут у меня под стрелочи мне нужно 2 80 вот и здесь вот такие вот есть тоже blackout и они внутри черной ниткой прошиты я так поняла тоже говорит полностью защищает от света они будут стоить 1800 и у них как раз таки высота 2800 как мне надо как все занавески у меня и ширина два метра вот мне как раз три занавески такие было бы классно но у них одна в наличии и они водят через недельку ждут поставку я думаю что вот я их возьму я думаю они прекрасно впишутся они будут они видите такие светленькие прям светленький светленький да это она же да хотя можно будет еще в леруа глянуть что у них там есть из блокаутов мне главное просто а в леруа да в леруа как раз тоже моя длина 2,80 надо будет зайти я сегодня заеду и в леруа и в этот в икею так ну что резюме моё похода походу я еще не проснулась как следует но я чувствую что кофе я напилась вот знаете есть такой момент когда ты чувствуешь что кофе хва и и не есть не хочу ничего но я взяла нам дэнчика блинчики в этот раз я взяла и дэнни блинчик сыром и себе блинчик сыром ну что он реально очень вкусный он даже я порой ем свой цезарь и такая думаю блин цезарь всегда беру а дэнки блин сыром вы уже наверное знаете и всегда я у него пробую думаю блин надо было брать сыром и сейчас я сильно кушать не хочу и мясо мне прям вообще это и вообще кушать не хочу я взяла два блинчика сейчас он закончит 50 минут еще я что-то управилась так я уже даже не знаю что мне делать а вот и я думаю что наверное наверное я пойду может что-нибудь там поснимаю его немножечко посмотрим вот ну так хотя бы для себя не выкладывать потому что там другие детки я детей стараюсь других не выкладывать потому что как-то я на празднике девочки сняла когда у нас был утренник снимала да там ну как бы я снимала своего сына но в кадр естественно попадали другие детки и сняла там попал в кадр какой-то ребенок а вот ну как и все да много детей какие попали в кадры там ну я старалась короткие делать нарезки то есть там мельком мельком чьи это лицо попадала там где-то да когда-нибудь там поют как бы акцент на деньки был но одна из мам видимо смотрит мой влог и увидела что там попал в кадр ребенок и вот как-то она мне написала такое письмо что-то мой ребенок там с претензией прям не то что там не могли бы в этом ну замазать потому что я не очень не хочу там вот это так куда-то входит ребенок как бы так по-человечески да а сколько-то претензии типа там чуть ли я не зарабатываю наверное на ее ребенке вот и ну как бы я вырезал этот момент да я вырезала ее ребенка вот и после этого я теряю сразу там либо лица все замазывает либо вообще детей не снимать только своего ребенка ну да вот этих претензий потом не было и геморроя не было мне вот с этим всеми вырезаниями и так далее я ну как бы я понимаю на самом деле что кто-то может знаете как может быть то есть я ничего особенно если просто да там ну реально случайно попал человек я же не снимаю детей мне вот остальные дети вообще барабану ну в плане что они попадут в кадр да как бы своего снима но может быть правда кто-то вот я такая про себя думаю я тоже например может не хочу чтобы кто-то снимал где-то выкладывал да и кто-то узнал там моего ребенка да там я лишний раз не афиширую там куда мы сильно ходим там да какой там у нас садик ну кто знает тот знает да но я вот не говорю мы ходим в такой-то садик я его не снимаю там да там садик еще что-то и многие такие моменты как бы ну к чему до адреса явки пароли все вот эти вот афишировать ну какие-то моменты ходим когда периодически но если куда-то постоянно я стараюсь как бы особо сильно не снимать ну потому что я публичный человек уже да вот ну может быть кто-то тоже ввиду своей жизни тоже не хочет чтобы где-то засветился там ребенок его может быть узнали и так далее я это все дело понимаю поэтому с этой же целью бывает даже когда меня не просят кого-то закрывать там я еду в торговый центр за мной идет там парень какой-то да там раз там или девушка что-то там это я замажу то есть мало ли сейчас кто-то смотрит там видео а этот человек говорил что он там не в торговом центре где-то другом месте а когда ты был там в торговом центре да ну то есть я вот предвижу все эти моменты и думаю блин замажу уберу вырежу вот но когда я вижу что но не всегда это получается но я стараюсь вот а когда я вижу что кто-то там машет в кадр еще что-то но я понимаю что человек хочет быть наоборот увиденным ум или услышанным и тогда не это поэтому короче детей я не снимаю вот к чему я это делаю я не стараюсь никого не снимать максимум там руки-ноги да на лицо вот так чтобы узнали человека я стараюсь не снимать в избежание всяких казусов вот все короче потихоньку выдвигаюсь буду там тусить и ждать своего ребенка потом мы поедем быстренько с ним наверное в икею в леруа ну что мои хорошие я приехала к салону сейчас еще 15 минут до моей записи как видите у меня тут тут забит весь багажник всем подряд я продаю ширму на авито и вот эту вот полочку продаю который покупала вот и я теперь не оставляю свой номер телефона на авито и только в сообщениях а потом короче вот сложность в том что мне пишут 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 а мне не приходит уведомление на что-то настроить но не суть они то приходят они приходят короче я когда захожу вспоминаю про авито я захожу мне там 1500 сообщений всяких разных вот и короче это ну это медленная продажа идет плюс я не люблю когда приезжают ко мне домой забирать что-то да я стараюсь встречаться на нейтральной территории вот единственное когда крупногабаритное что-то конечно приходится все таки людей приглашать в твою квартиру поэтому я не люблю короче вот эти все продажи честно говоря но порой что-то вот ну если отдать если мой близкий человек попросит отдать скажет мне очень нравится конечно да можно там денег нет отдать него но конечно хочется жалко бывает что-то хорошее прямо отдавать хочется продать ну короче вот в общем вот это все я продаю и сейчас должны приехать и хотя девушка просила чтобы я там забронировала перевести деньги но после того как часто найти такое ощущение у меня что сейчас на авито больше мошенников чем покупатели реальных то есть ты выставляешь свой товар и сразу сразу у тебя сообщения всякие сразу со всякими странностями переводами курьерами и всем таким подобным мне недавно ссылка пришла с авито да чтоб я почитала какие виды мошенничества есть вот там три основные да это курьером что там где-то доставить через доставку потом вот это предоплата человек оплачивает он с другого города там например или еще что-то еще какой-то там вариант короче это девушка хотела на предоплату оставить или полную оплату чтобы никому не продавал эту ширму она такому ей нужно там уже чуть ли не завтра вот я говорю и она не могла приехать и у нее куча причины маленький ребенок и это и то но я стояла на своем и говорю что только при личной встречи потому что еще она хотела мне оставить оплату чтобы я куда-то это ширму завезла в какой-то салон там оставила у знакомых а она вы потом забрала я бы как так продавать когда вы не видите еще у меня вот эту полку тоже хотят так чтобы знаете предоплату внесла а потом где-то там забрала я говорю давайте вы приедете посмотрите мы встретимся на нейтральной территории возьмем с собой в машину вы посмотрите как следует разглядите все и только потом когда вы поймете что вы готовы брать возьмете короче вот она должна подъехать к салону красоты и уже решить сейчас я сюда вам ставлю какие стрижки я посмотрела что именно я хочу я никак не могу повторить стрижку которую давно-давно мне делал парень в москве случайно зашла в салон салон где-то в центре там на 905 года был и я зашла и он говорит вам очень пойдет стрижка какая-то французская короче я не помню что я хотела конкретно да но он говорит вам пойдет стрижка французская и сделал мне короче и с тех пор вот еще сюда я вставлю с тех пор никто эту стрижку повторить не может вот нет вот это вот у меня сейчас который на фотографии это кто-то повторил там немножко по-другому она выглядела хотя здесь я укладывалась по-другому я укладывалась так вот объемно все укладывала и она тогда выглядела вот так это мои волосы это не нарощенные волосы здесь на фотографии вот а он делал как-то Хотя, может, это и он и делал эту стрижку Короче, вот у меня одна фотография сохранилась Я всегда с ней хожу Мало кто может повторить что-то похожее Потому что не поймут, что это такая стрижка Короче, покажу я эту фотку Покажу я сейчас вот еще кучу фотографий Я хочу, чтобы лесенка была не только спереди, но и сзади И чтобы сзади контролька была покороче То есть здесь я хочу, чтобы была длинненькая Потому что мне надо за ушки Ну то есть вот максимально короткая Чтобы за ухи могла сделать Чтобы вверх могла волосы поднять А здесь на затылке можно покороче Для того, чтобы был все-таки больше объем И как бы волосы эти не спадают То есть если они будут короткие Они мне не мешают на лицо И тем самым делается объем И я думаю, может быть, верхнюю шапку Она как бы была такая Вот здесь как бы покороче А тут она идет подлиннее И как-то плавно, неплавно, рванно Она спускается вниз Вот Ну чтобы не было, конечно, такой шапки здесь А здесь у меня ничего нету Оно должно как-то плавно идти Но при этом рванно Очень сложно Но фотографии я вам здесь нарисую Какие я хочу И вот что-то она должна почувствовать мне и сделать Вот Так, хочу хаоса на голове А вы зацените в комментариях Какая моя стрижечка новая Надеюсь, она мне понравится Ну что, как вам? По-моему, очень даже Ну, она меня сейчас просто уложила Да, вот, чтобы прям увидеть стрижку эту Я сама, когда буду укладываться Ну, либо так же Что-то у меня косит камера, да Либо так же буду укладываться Либо еще больше подкручивать концы И мне кажется, что на вот эту стрижку Мне будет более наглядно Объем на мои липучки Вот эти вот, да Я вот уже сделаю на вот эту стрижку Липучки Кудряшки Вот это мы посмотрим уже Вот Пока тонироваться не буду Пока вот так похожу Мне прям нравится, да Потому что Ну, посмотрим, да Я сейчас посоветовалась с ней по окрашиванию Чтоб, не дай бог В какой-нибудь непонятный цвет Не сделать свои корни Или вот то, что Между корнями и блондом Она говорит, походу У тебя, может быть, прокрашивали здесь Вот Протягивали цвет Делали темный Вот Ну, короче, мне нравится Такая вот я легкая Мне полголовы прям срезали Ощущение легкости полное Чуть-чуть прям Стрижечка покороче стала Но вот этот вот хаос Вот этот вот объемчик Кайф И вот сейчас волосы, они, знаете Они такие мягкие Такие вот Тысяча рублей, кстати Стрижка вышла мне Вообще Я думала, будет дороже Думала, может, полторы-две Тысяча рублей всего Господи Просто Обалденный мастер И цены классные Это Я буду еще На пеночку Думаю укладываться Чтобы пенка еще Мне делала больше Объем И с пенкой Волоши Волоши Волосы немного гуще Становятся И плотнее С пенкой Вот И мне кажется Что под эту стрижку Прям вот Классно будет С пеночкой Ну, короче Буду экспериментировать Сейчас с разными укладками Я хочу А то мне кто-то написал Знаете Типа Что все время у тебя на голове Там Черт и что Укладки нет Волосы висят Да вот я и думаю А как Ну, я укладываю Вроде Там Ну, первый, второй Ну, третий день Там еще Ну, а что с ровными волосами Сильно вот эти вот укладки Там Крутиться Ну, что я буду Каждый раз крутиться Мне иногда бывает Надо голову быстро помыть И лететь по делам Мне некогда Мои длины Эти все навевать И максимум Что я делаю Всегда Это вытягиваю на фен И капельку подкручиваю Кончики На длинных волосах Просто это, наверное Ну, не так сильно заметно Вот с этой стрижкой Я думаю Будет заметно Вот Там все специально Чтобы, знаете, там Если уж прям совсем Не успела уложиться Чтобы они все равно Неплохо так лежали Короче, я буду кайфовать Легкая такая Ветер поддует Волосы на объеме Волосы на хаосе На бардаке Кайф Сейчас, короче, все дело Думала, чем бы мне заняться И думаю Сейчас Позвонить друзьям Наверное Они что-то у меня там Шашлыки, по-моему Собирались делать В гости поеду Сейчас разберусь Забежала домой Да, собралась к друзьям ехать Мне ножки нужно купить Так что едем в Леруа икея Девочки, вот пришла ножки в Леруа В очередной раз Меня мама просто спасла Я такая беру, короче, три варианта ножек Вот такие вот Никелевые Они 855 рублей стоят Одна ножка Вот эти по 1141 Какие-то новые черные А вот эти хром Стоят 682 Дешевле всего Я тут выбирала, выбирала Короче, мне говорят На этом будут пятна больше видно На этом меньше, короче И тот и тот серебряный Я, короче, думаю Ай, возьму подороже Вот эти вот Мне нравятся Все, беру, еду Звоню маме А мама мне говорит Я говорю Вот такой этот цвет взяла Тролля Она говорит А у тебя же эти кресла Которые крутятся Белые твои Надо же, чтобы под их ножки подходили А там вот просто Вот такие ножки, понимаете Я вот сейчас взяла бы Потом возвращала И мама сфотографировала Мне подставляю Продавцу говорю У нас же вот Ну как бы должно подходить Стол И ножки вот здесь А у них только 3 штуки числятся Поеду в другой Леруа На северный Ой, там вроде 17 штук Приехала сейчас в другой Леруа И увидела обои девочки Я хочу вот такие вот занавески Видите, они как ткань такая Да, я сделала Но вот хочу блокауты такие Чтоб они вот выглядели вот так Мне кажется, они вот прям бело-серенькие Не скрадывали бы у меня пространство Было бы очень красиво выглядело Но таких пока я не могу найти И размер, чтобы был И цена подходящая И блокауты при этом И цвет, чтобы соответствовал Короче, еще Так, а сюда я приехала за ножками Потому что там Да, я сказала, да, что ножек нету Ох Уже устала Приехала в другой магазин Блин, на северное Сейчас еще здесь Спрошу тоже про занавески А вот, смотрите, какие красивые занавески Вообще расцветка, да? Тут и золотяшка какая-то И бронза какой-то цвет И все это на таком Мятном Светло-мятном цвете Красивое Ну, не для моих комнат Но красивое Сколько они стоят Я вам скажу сразу Если увижу А нет, это просто для красоты Тут висит Цены нету, к сожалению, девочки Ну, вот в Леруа такие Вот, кстати, красивые Тоже-таки Серебряные Серебряные какие-то Ну, а не совсем Даже, мне кажется, палец мой Видно Будет свет пропускать Одна из моих подписчиц Как-то прислала мне фотографию Одного цветка Очень неприхотливого Говорит, продается в Леруа Который можно заменить мне Как раз-таки У меня там цветочки Он красивый мне показался Только я не помню Нет, это не Драцена Как-то он назывался Это Фикус Бенджамина Который у меня сложный Он красиво выглядел Как, по-моему, такими лепесточками Я где-то сохранила Но сейчас долго буду искать Если попытаюсь по памяти вспомнить Что за цветочек Она говорит Он очень неприхотливый Вот, я все-таки нашла эту фотографию Потому что без нее бы я, девочки, не нашла бы И спросила у девушки Вот, называется Замиокулькас Замиокулькас Сейчас я посмотрю, сколько он стоит Она говорит, что он вообще неприхотливый Его можно посадить Ну вот, например, давайте вот этот вот Достанем Вот такой вот он Ну, а что, симпатичный, да? Я думаю, моей милке понравится Любой Вот так вот Выглядит Замиокулькас Сколько он стоит, интересно? А, ну вот он С краешку Вот он стоит, кстати Красивых Три таких этих И вот Замиокулькас Замихали 755 рублей Стой Стой Такие листики О, ну, буду иметь ввиду Я сейчас, наверное, не буду брать Потому что, во-первых, домой его тащить У меня вот эти четыре ножки В машине там еще пакет Это И в любом случае Мне надо все там Нет времени сейчас этим заниматься Все переворошить Ну, посмотрю Присмотрюсь к этому Мне еще нравятся девочки Вот такое мне нравится Красиво тоже Единственное, что мне надо Найти какой-то Неприхотливый, да, цветок А вот красивый С цветами, чтобы был Я хочу потом эти цветы Использовать, да Там на фон где-то поставить Вот эти деревлюшки Мне нравятся Просто надо изучить Какие-то, да Какие вот эти красивые Очень Смотри Они будут замечательно смотреться Они здоровые, правда, да Ого, ценник у них Дерево какое Хрисолидокарпус Вот Короче, я еще потом буду искать Чтоб красиво было и вам На фон поставить, да И чтобы он был неприхотливый Если у вас будут идеи То мне в директ В инстаграм скидывайте Прямо мне, знаете, так Чтобы его прям Забыл, если полить Там через месяц Чтобы он не завял Есть такие вообще Только кактусы, наверное Ну, может, кактусы какие-нибудь Есть красивые Знаете, какие-то вот Как деревья вот такие Потому что у меня эти Как их называют Бершки Ну, вы видели Которые катаются Они большие И туда маленькие цветочки Но как-то не варим Туда прям хочется посадить Что-то здоровое Вот еще красивые лепестки Короче, буду Буду искать еще Так, а теперь за мусорным ведром надо Девочки, наученная горьким опытом Заехала сейчас в Макдональдс Взяла себе свой любимый Роял Делюкс Картофель фри И наученная горьким опытом Что они что-то мне не докладывают В Роял Помидор, например Из-за которого я беру Я же как умная сейчас Возле кассы прям Проверила Положили ли они все мне Помидор Открыла Все супер Положили помидор Думаю, нормально Отъезжаю Хрен знает куда уже Сажусь, так кажется Разложила все Сырного соуса не положили Соуса Для картошки Сейчас, чтобы мне до них доехать Мне надо сделать огромный круг Естественно Естественно Я никуда не поеду И ем сухую картошку Ну пипец просто Макдональдс Вы что? Точнее не Макдональдс А люди Ну ё-моё Просто это моя карма Крошки мои В темноте, наверное, да? Не видно меня Да, чё-то я, блин, это включила У меня же здесь нет радио И я включила сейчас радио Просто в телефоне Русское радио Москва Я не знаю, чё там у них Девяностые Или подожди Или какие Ну девяностые, да Двухтысячные Двухтысячные, скорее всего И, короче, началось всё С песни Ностальгия, короче Ностальгия Какие-то воспоминания И вот я такая сентиментальная Вот я слушаю песню И я могу Растрогаться, знаете Вот прям слёзы Ну вот такая сентиментальная Короче, я решила поделиться с вами Одна песня Вот чтобы вы меня поняли Просто найдите сейчас её И включите Я не знаю, мне кажется У девяносто девяти процентов Людей, кто меня смотрит Есть какие-либо ассоциации С этой песней Это «Руки вверх» Солнышко, ты моё ясное У меня ассоциации лично Ну вот в моём опыте Нету, да Это как бы там Любовное какое-то Но я отчётливо помню Что когда мы были маленькие У моей сестры была любовь По-моему Одна из первых Или даже первая Я вот уже точно не помню Но вот яркая такая любовь Которую я помню И помню, что они всегда встречались И вот время проводили вместе Под эту песню Ещё совсем вот Молодые-молодые Ещё вот это вот Я просто представила Она мне всё очень в красках Всегда рассказывала Как оно всё происходило Что вот играет эта песня Да, например Вот что она делает под эти слова Что она делает под эти Вот здесь она так стоит А под эти слова она подходит И там вот они целуются Вот И я это так отчётливо помню С детства И я сразу вспомнила Думаю, вот Мальчик был постарше её По-моему А она была такая молодая Я надеюсь, она не против Что я это рассказываю Ну такое безобидное воспоминание Вот И я просто подумала В тот момент Да, вот Я просто представила ситуацию Немного в неё Как будто, знаете, как будто я кино смотрю И опустилась в эту ситуацию Вот они Вот любовь такая Да, вот эта вот песня Вот Я не отдам тебе никому Солнышко ты моё ясное И что-то потом случается То есть Я сопоставляю сразу Вот этот пик влюблённости Когда у двух людей куча ожиданий Им так хорошо вместе Они, может быть, что-то рисуют в будущее И так часто у многих Не только под эту песню Да, просто эта песня Почему-то навеяла вот это всё И потом что-то происходит Ведь они сейчас не вместе И они давно не вместе Как бы, да И Что-то произошло И, естественно, что-то произошло Если была такая влюблённость И пик Что-то произошло Не очень хорошее Наверняка Через какую-то боль Ну, то есть Вот у меня такие ассоциации мысли Да Они очень быстрые в голове И у меня сразу Какое-то вот внутреннее такое Внутренняя какая-то Грусть, что ли, да Что вот так оно всё вот бывает Что это всё хорошее Прекрасное Такое нежное Любовное Такое классное Оно всё рушится И наверняка Эта маленькая девочка печалилась Ну, как-то вот так вот, да Я точно не помню, правда, этой истории Вообще, чем она закончилась Может быть, моя сестра и не печалилась Вовсе, да Но я что-то Сразу всех девочек представила Маленьких Если они встречаются с парнем там постарше Он вроде бы больше контролирует Процесс, да В плане эмоций каких-то А девчонки Мы же таким и влюбляемся там Вот по молодости, да Особенно Ну, мальчики тоже как бы Ну, как бы я о девочках не знаю сейчас Вот теряем голову, да И вот А парень может быть постарше Или там может менее эмоциональный Более контролирует всё это И, короче, разбивает вот сердце, например, да Девочки вот По надежд Ну, короче, вот я так подумала Об этой истории Посмотрела вот так вот Да, так вот со стороны Что-то пофантазировала там Повспоминала Следом идёт песня Следующая Смотри его из мемори Она называется Это Дайнека поёт, по-моему Дайнека? Дайнека, да И я вспоминаю, что эту песню пела я И помню, в какой период я её пела Ну, я её просто пела Но помню, где я находилась Какие условия были тогда, да И сразу вспомнила Как я разбила сердце Человеку Вот И сразу начала вспоминать о том Что на самом деле Все вот эти Все вот эти вот разбитые сердца Да, вот Нам кажется Вот всегда по себе, да На себя переворачиваю И сразу Просыпается такое Сочувствие К людям Которые Делали, может быть, не очень хорошие Какие-то дела А со стороны Они могут казаться Жестокими, да И я в своё время Тоже разбивала сердце Очень некрасиво Очень прям Ну, некрасивым образом Себя вела В тот момент Когда человек был Очень от меня Эмоционально зависим, да И Ну, как бы Я больше контролировала всё Потому что я, наверное Может быть, любовь у меня прошла уже Да, и появился контроль Ну вот, и я сразу вспомнила Что на самом деле Я-то не жестокий человек И я это сделала не от того Что я такая плохая Какая-то такая прям Сука злая, да И вот прям Я хочу, чтобы человек страдал Там я ещё глумилась Как-то, блин, общая жесть Но я даже не глумилась Я просто Просто я самоутверждалась Не самоутверждённая была какая-то И прям И прям добивала, мне кажется Так некрасиво Вот И сразу я И сразу вот от себя Сразу к этим всем ребятам Возвращаемся к первой песне Солнышко Да, всё, что в моей голове происходило Сразу уже Не так плохо Думаю О этих ребятах Которые, может быть, разбивают девочкам Эти маленькие сердца Потому что на самом деле Эти мальчики тоже в поиске И совершенно не понимают Может быть, даже, что им нужно сейчас И как они хотят жизни Они в поиске эмоций Каких-то чувств Острых ощущений Это от того, что они неудовлетворённые Сейчас Вот в данный момент Да И вот приходится Вот так вот поступать Иногда В жизни Да Не от того, что ты хочешь Там человеку сделать Больно А от того, что просто ты сам В поиске счастья Но даже иногда Если ты хочешь реально сделать больно Это не потому, что ты такой плохой И злой человек А может быть, просто внутри тебя Сидит большая боль И ты хочешь всем отомстить Ну, то есть, вот Всё равно всё приходит к тому Что я не верю, что есть просто Такие злые и плохие люди Я верю в то, что Есть очень раненые люди В жизни Которым очень плохо И из-за этого они могут Делать очень плохие вещи В жизни По отношению к другим людям И в целом Ну и короче Вот так вот я масштабно Из-за этих двух песен Всё это продумала Поплакала Поностальгировала Прослезилась И вот с вами поделилась Бывает у вас такое Ну, я думаю, у кого-то бывает Короче, я приехала домой уже Сейчас пойду подниматься Денька уже спит Я сейчас буду поднимать Всё-всё Вот это вот Варахло, которое накупила Так, ну что Купила Деньки Ой, Деньки Деньки туалетик Мелкий туалетик Вот такой купила Мне кажется, по цвету Он нормально гармонирует К нам туда Беленький с бежевеньким Насыплю туда наполнителя Будет Милка ходить в туалет Милка, смотри Давай, посмотри Как там в туалете Иди Иди сходи пока Проведаю обстановочку Ты любишь вот всякие такие? Иди Заходи, Мил Милка, заходи, пожалуйста К себе домик Она пока не врубилась В чём дело Вот И купила вот такой наполнитель Филикогелевый Крупненький Посмотрим Говорят Говорят, что кошки могут не пойти туда Ну Нам надо сделать всё Чтоб она туда ходила Она уже пронюхивается Вот туда поставлю Купила мусорный вёдр И в туалет И под раковину Вроде такие маленькие Чаще лучше менять мусор И вот они ножки Глеруа взяла Они по 685 рублей По-моему Ножки Вот наша столешница Вот Брату позвонила Он сказал Приедет в понедельник Сделает ножки У тебя там что-то варится, что ли? Я яйца хочу Поставить В смятку будешь? Да не, не хочу А я вот ещё Ветер у нас был Хвостик, кстати Заплюла Смотрите, какой мне милый Маленький хвостик Аккуратненький Да? Красота Можно ещё выше поднять Блин, оттащусь от костюма Такой он классный Такой удобный Такой классный Такой классный Два раза сказала Вот Ну чё? Туалет оформлять? Оформлять туалет тебе? Дэнь Господи, что такое Дэнь? Мило Доброе утро, мои хорошие Сегодня день такой Немножечко Домашний Почему-то, может быть Эти последние дни Какие-то они были насыщенные Что сегодня у меня Занавешаны Видите Занавески Мне кажется У меня пасмурно Выходить никуда не хочется Дэньки Ест Маленькие Перепеленные яички Которые я ему почистила А сам он вот моторикой занимается Чистит большие яйца Себе Да, Дэнь? Вкусно? Мне кажется, это отлично Замечательно Я прям он сам Он как-то вот Аня был в гостях И почистил сам яичко Думаю О, отлично Пусть чистит яйца Ему нравится Он сидит, ковыряется И мне кажется, что это вот Как раз для моторики Очень хорошо На стол залез сам Ну, пусть пока маленький Покайфует Я сама такая большая Люблю сидеть на столе Может кто-то скажет Что это такое Селена Ребенок на столе И так далее Ничего страшного Нормально А Мила вот на кресле Ребенок на столе И Мила по столу Может походить Еще та, да? Принцесса И сейчас такая А вот так А вот так А вот так Давай, мамка Не разрешает тебе По столу ходить Обнимашки? Зацепилась? Обнимашки Обнимашки зацепилась? Да Что сейчас у нас в планах Брат приехал с рыбалки Уже дома Я сейчас позвонила Думали завтра Чтоб он стол сделал Он говорит Сегодня могу сделать Так что сейчас Вот Дэнька Чистит яичко Кушает Мы одеваемся Выходим Мне надо в обзор Фикс Прайс Докупить там кое-что Вот И как раз это рядом Там с домом У них Докуплю Заберу Виталика И Настю И мы приедем к нам Дэнька пока с Настей Поиграют К нам К нам, да Мы заберем Настю И приедем сюда Будете играть Хочешь? Да Ну давай Чистит яичко И будем одеваться Кстати Еще хотела посоветоваться С вами по поводу Туалета Для кошки Во-первых Я не пойму Сколько нужно насыпать Мне сказали Что нужно насыпать Чтобы было Вот так вот Где-то Но я насыпала Вот так вот А она там Все видите Разбросала И я Короче Перемешала Ей вот этот Силикагель Вместе с тем Который был У нее Древесный Ну чтобы она понимала Куда там ходить Надо Кстати С туалета Очень вкусно пахнет Хотя у меня Наполнитель Вот этот Силикагелевый Он без запаха Бросила туда Этот Совочек Просто потому Что он грязненький И тоже Чтобы она понимала Куда ходить Потому что она Вначале вообще не поняла Что это такое Я тут За приспособу сделала Вот Ну вот Она ходит Уже сходила сегодня Два раза в туалет Нормально Единственное Вот что хотела Посоветоваться Очень шумный Этот Силикагель Вместе с пластиком Она туда заходит Начинает там копать И такой грохот стоит Я не знаю Что бы сделать Чтобы этого грохота Не было Вот Ну буду еще Наверное Может еще тестировать Что-то Не знаю Пока силикагель Слишком грохотит Я думала Что он Не такой Как камни Да Не знаю Короче Но домик Сам по себе классный Я надеюсь Будет меньше мусора Хотя Вот я смотрю Все равно Какой-то Как-то она Выносит с собой Этот мусор Здесь у нас Этот фильтр Ну все хорошо Запаха нет И как-то все Сложено Мне кажется Так покомфортнее Места там Ей очень много Купила я его За 1650 Вот этот вот Нормальная цена Мне говорили Что там 2-3 Он стоит 1600 Другой там Еще был Подешевле Самые хорошие Браза Пришел Помогать мне И я им Точнее я ему Помогаю тоже Мы прикручиваем ножки Ура Ножки практически На глаз Но мы потом Померили Да Чтобы было четко Сейчас у нас все четко Вот Делаем ножки Короче А потом Повернем Дети вон Они бесятся Прыгают Суетятся В общем Вот такой у нас Вечерок Вечерочек А теперь мы Откручиваем ножки До нужной нам До нужной нам Чего Высоты Да Делаем это все Вместе С музыкой Так Сделали мы С братом Стол Но мы В недоумении Почему он Так шатается Мы закрутили Все здесь Хорошо Здесь все Плотненько Раскрутили На нужное Нам Расстояние Да Стоит на четырех Ножках Все четко Но вот это вот Шатание Это же пипец Это же пипец Я не понимаю В чем дело Вообще Максимально Вот краю Здесь сделали Прикрутили Здесь все четко Прикручено Вообще Именно из-за Вот этой конструкции Может все шатается Но это же не дело Мы еще не на Самую максимальную Отвертели Может быть нам нужно Что-то туда засунуть Но опять же Это же не дело Сейчас попробую Спичку засунуть Будет оно так Шалбодаться Или нет Я не понимаю Для каких столов Тогда эти ножки Придумали Так Ну что Поставили мы Этот стол Опустили Немного ниже Ножки Более устойчив Он стал То есть Уже не шатается Так Но Тем не менее Конструкция Честно говоря Я вам так скажу Так себе И хочется Прям ножки Такие Знаете Чтобы они уже Наверное Были определенного Размера Либо если Это вот эти Крутящиеся ножки Только Чтобы они Не Шатались Я не знаю Что придумать Но Сделала высоту В общем Не вровень Со столешницей Но и не то Что было Сделала выше Чтобы легко Можно было На этих стульчиках Хотя бы На самой минимальной Садиться И кушать Куда Болезла Ну-ка Брысь Вот Что еще Мы сделали А Ролл-шторы Еще мы сделали Ролл-шторы Здесь С братом И Теперь Я хочу Завтра Посмотреть Как будет Свет Сюда падать Потому что С утра Здесь Много Света Солнечного Отблескивается От соседнего Дома Прям вот С утра И у нас Хоть и не на юг Выходят И не на восток На востоке Поднимается Солнце Не на восток Не на юг А куда Они у нас Выходят Они у нас Выходят На север Вообще Вот эти окна Представляете Но Я уже говорила За счет того Что стекла Соседнего дома У нас все Отсвечивает И с утра Здесь просто Залито светом Это очень круто Вот Но Иногда Здесь Чтобы снимать Мне нужно Чтобы не было Этого света И был холодный Я сделала Такие же Ролл-шторы Как и везде У меня Они очень нравятся Завтра покажу Как будет Комната Смотреться Но в любом случае Мама говорит По-моему Здесь нужны Это ролл-шторы А обычные шторы Помимо Вот этого тюля Здесь будет еще Все-таки Блэкауты Вот Блэкауты Сделаем В общем Это завтра Я вам покажу Еще вот Это вот У меня Одна Ролл-штора С косяком Была Здесь какая-то Черная Точка Как будто Прогорела Что-то Или я не знаю Что Сейчас покажу Вам Но она мне Прямо как Бельмо На глазу Знаете Вот такая И непонятно Это не нитка Какая-то А это Что-то Как будто Прогоревшая Мне кажется Может что-то Упало Хрен его знает Короче Что Ну надо менять А я походу Этот Чек у меня Улетел На улице Так Ну что Помыла Везде Палу И попылесосила Все чистенько Бардак Только небольшой Тут Денечка Устроила Отправила его Купаться Сейчас вот это Приберу Главное Что на поверхности Все чисто У меня появилась Новая швабра Для мытья полов Еще круче Чем та Которая У меня была Из ленты Я на нее Сделаю Видеообзор Отдельно Наверное На втором канале Вот Покажу Че Как Уже Как бы С отзывом Уже не распаковка Будет А Ну реально Покажу Отзыв Как че Работает Мне прям Нравится Облегчает Задание Просто я честно Говорю устала И прям сейчас Если бы я еще Мыла полы Полноценно Как обычно А не этой Шваброй То я бы вообще Пипец Как устала А этой хоть Нонступ Помыла Все Кайф Так Хочу есть Не могу Я же сегодня А что я ела Сегодня Девочки Ни черта Я сегодня Не ела Сейчас я сделаю Все бутеры Так Все Малого Искупала Короче Так и не поела Еще Расктирку Закинула И вот Сейчас открыла Акриль Свеженький Два Черненьких Хлеба Кстати Мне понравился Я сейчас вам покажу Хлеб Вот этот Вообще Он такой вкусненький Смотрите Тостовый С семенами Подсолнечника Ильна А он Темный Видите Тоже Это аютинский Хлеб Премиум Обалденный Вкус У него Очень классный Блин Насколько Это вкусно Вы себе не представляете Горячий тост И вот это вот Вкусняшка Сверху Просто Я чуть Язык не проглотила